А знаете, кто в мире киберспорта ведет игру на максималках? Правильно, Havail, эксклюзивный автомобильный партнер трансляции EpicLeak. А мы, друзья, продолжим сегодняшний день в компании двух жарких мужчин в виде Сереги Смайла, который так давно у нас не появлялся, и Бобрухи, который только-только появился второй день нашей трансляции. Как вам предыдущая игра, друзья? Кто-то смотрел? Я ехал. Ты ехал. И не лицезрел. Хорошо. Ну, тебя-то, кстати, можно спросить по поводу того мнения, по поводу ЕСов из Error, наверное, ты наблюдал. Как мы только начинали в начале ноября аналитику, я говорю, я надеюсь. Вот когда у Error уже не пошла игра, ну, видно было, что парни не готовы сражаться тут с грандами. Я говорю, я надеюсь, что они займут восьмое место и встретятся с ЕСами, которые там просто начали всех разносить прям со старта, да, и не проиграли никому там до последнего тура. Я вот надеялся на это, и что вот будет наказание, будет эта карма, которая сыграет с ними. Она сыграла. В общем, дотронулась последняя серия сезона, и наконец-то, ну, к сожалению, она, возможно, сегодня последняя серия, да, то есть обычно все заканчивается на том, что главный герой находит свою, там, типа, лучшую силу, докачивается до топового левла, находит ту самую принцессу, и у них все замечательно. Проблема в том, что принцесса — это OG, и вполне вероятно их сейчас отминают. Вот, и, к сожалению, сказка закончится немного не так позитивно, как хотелось бы, но они уже, да, прошли довольно большой путь. Я жду того момента, пока Свена просто начнет банить в первой стадии, потому что он реально надоел. Особенно сомненно этим? Сомненно этим подавно. Потому что, ну, он появляется в каждой, вот, в каждой серии, и вот, да, ты берешь, там, хочешь начать свой распик с Enchantress, там, банишь Мирану из-за этого, да, потому что, ну, напрягает она, плюс-минус, но тебя вот это Enchantress вообще никак не играет против Свена, у тебя просто летит с молотка и с саблей делает два удара. Ты умираешь. Тебя на линии, может, там, где-то он тебя не будет напрягать, но именно дальше по игре вот лучше забанить Свена, и не получать вот эту двойку, против которой ты вообще ничего делать не можешь, хотя, в принципе, нам некоторые команды доказывали, да, что та же самая ДПшка, она работает великолепно против Свена. Вообще, эта серия, знаешь, она такая очень, я здесь, понятное дело, ну, Альянсы это фавориты, фавориты, да, скорее всего, они там могут какую-то карту проиграть, но они здесь должны заносить, потому что, ну, Винстрайки, они вообще, ровно в счет вообще ничего не показали. У них единственная заслуга во втором дивизионе, это победа вот над Экс Непами, они их обыграли 2-0, потом они сыграли, там, по-моему, тоже с девятым-десятым местом, они обыграли Немигу 2-1, и то там в борьбе было. Они переиграли Сайбериум, тоже в борьбе 2-1, у них, знаешь, чистых побед не было. И одно у них техническое поражение против файфменов, которые, ну, в принципе, дисбанулились. Поэтому от Винстрайк здесь вот какой-то игры толковой, да, даже вот при хороших стратегиях иметь, ожидать как бы не стоит. Ну, Альянсы, мы смотрели за этим эсфону протяжение вообще, в принципе, всех его игр, но он каждую вторую игру делает какую-то вообще дикую дичь. Просто за эту дикую дичь на первом дивизионе не прощают, а на втором-то как раз будут прощать, скорее всего. Я думаю, что они фавориты вообще всего. Ну, опять же, в Альянсе есть козырь. Козырь лица Ника Бэби, который в соло умеет и тир-1 команды закрывать, да, и мы это видели тоже. Да, они очень много там игр проиграли из-за именно командных каких-то взаимодействий, и вот именно то, что они не делали какой-то определенный базовый уровень, базовый вот эти там движения в начале, например, за первые 15 минут игры. Но все равно Ника Бэби, он умеет завозить тир-1 команды. А я думаю, стир-2 команды, которая, в принципе, не самая лучшая из стир-2, я думаю, он должен чуть ли не соло справляться. Чувствую, как у Сереги накопилось, прям такое ядро информации, прям запихнул. Это дефолтный монологи Сереги. Но вообще Альянсы в последнее время совсем плохо себя показывали, да, это был первый дивизион, да, и тому подобное. Но сочетая винстрайк, можно сказать, что все-таки ребята чувствуют, что это шанс как-то даже засветиться, поиграть против более-менитого тега, тем более у этого тега складывается игра не очень хорошо. И, в принципе, у них сейчас все просто на первой карте смотрится. У меня есть Свен, который нереально сильный, нам уже все это показали, и против них пока что не взяли ничего подобного. То есть, как ни от Дайнга Спик 3, которую я, в принципе, раз в пик уже давно не видел, нас, ну, пока смотрит вот Свен на вот этих двух персонажей, да, ДП плотненько. Она может его покайтить, но сколько раз была ситуация, когда она раскастовывается, и потом просто 2-3 удара, герой исчезает. Как по мне, вот два крутых персонажа, опять же, против Свена работают. Именно вот на старте, когда ты можешь давить. ДП одна из них, опять же, он вот хороший персонаж. И вот самый мощный, самый мощный вообще парень, который работает против этой связки, это Феникс. Потому что он жарит. А? Потому что он жарит на силу, да. У него все есть против Омника и Свена. Он просто их испепеляет. Опять же, Свен очень много тратит. Милишник вообще не любит ломать там Супернову, опять же, издалека и так далее. Что-то нужно добирать против этого. Я не знаю, Феникса забирал бы и ставил. Во-первых, у тебя классный Лайн с этим Фениксом 5 будет. Ты любого оффлейнера добавляешь, и у тебя уже там плюс-минус. Бест Свен там с Омни Найтем, два милишника будут страдать. Во-вторых, у тебя, в принципе, три милишника по игре. И еще кому-то эту Супернову нужно будет ломать. Поэтому не знаю, почему Феникса, в принципе, в арте этой связки не забирают сразу. Погласен. Тут еще очень интересный момент, потому что они прибанили у нас... Ну, в смысле, Алайнсы прибанили у нас Бластикера вместе с Марсом. При этом всем оставили селедку, селедку забали Винстрейнг. И получается то, что среди харлайнеров, на которых играет С4, остался Фурион и Энигма. И типа все. И даже не только С4, а, в принципе, среди метовых таких героев, которые еще плюс-минус берутся на тройку. Но Энигма неплохо. И она здесь пока очень хорошо. В принципе, и Виллау ей тоже не отменяет ничего. Если это Энигма тройка, то у нее будут артефакты рано или поздно, там, и БКБ. Может быть, даже в теории, что это какой-то Мидас, хотя я не верю в это. Скорее всего, какие-то Арканы, Даггеры и просто, опять же, выход БКБ. И плюс у нас, получается, всякие три милишника, как ни крути. Сигнатурщика для Лимпа. ДП вряд ли он отдаст на оффлейн. Скорее всего, ставит себе. У него, в принципе, последние игры, что я смотрел, игры шли, опять же, в его исполнении трудно. Но на ДП он всегда показывал такой средний, стабильный мастер-класс. СФ очень много отыграл, кстати, на ДП в оффлейне. Опять же, в первом дивизионе у него, прямо на моей памяти, две-три игры было. И вот он, наверное, из единственных персонажей, на которых он отыгрывал именно хорошо. Потому что ДП очень трудно зафейлить. Да. Особенно против вот этого Лайна в лице Свена и Омни Найт, которые тебя... Ну, не могут забрать этого героя, да? Он там любит одеваться через свой дом 2-0, а все, он 2-0 какие-то, потом капли доносит. И вот эти два героя вообще никак не забирают. Там очень мало времени у Альянса осталось, 4 секунды. То есть сейчас торопится с драфтом. Возможно, они к Фантом Астасин подводили, но в любом случае, когда у тебя перед ласт пиком, перед двумя банами, там 4 секунды основного таймера, это не очень хорошо. Можете обсуждать, конечно, какой-то более глобальный план, но, возможно, не подготовились к инстрайкам особо. Честно говоря, не то, чтобы и суперкомфортно здесь играть. Мало контроля, она снова будет вот так же катиться, как у нас в предыдущей серии была Фантомка на второй карте, да? То есть ты не знаешь, кого фокусить, очень много контроля против тебя, очень мало контроля у тебя вообще. И по файту, типа по АЕ мы видим, что Альянс в разы меньше, чем у Минстрайков. Тут просто нереально крутые большие ультимейты есть. Мало того, Га еще сверху, тебе надо что-то решать. Да у тебя есть синяча, который снимает Га, но это все из диспл. Хороший банк Зевса, опять же, тоже герой супер мощный против Свена Омник. Но до поры до времени, пока Блокенбар не появляется. Потому что в Блокенбаре вообще Зевс юзл становится. Хотя сноуболить под этого Зевса можно. И опять же, когда ты заходишь активно поиграть, а герой у тебя есть для активной игры, да? И тот же самый Таск, и ДПшка, она в принципе очень рано в игру входит. Это можно по лайнам идти и под ультимейт прям начать разваливать. Пока Свен там будет выфармливать свои леса против вот этих героев, которые не активны. Которым, ну, по-хорошему, драться не о чем, да? Ты можешь нормально подраться. Там, с получения бедлама только. Это вот когда у тебя дэмэдж появится. До этого, в принципе, у тебя не слишком много ресурсов, чтобы развалить там тех же самых героев Альянса. Часто видео, как Фантом Ассасин переигрывала Свена, она переубивала. И один-один дуэли. И, в принципе, была ситуация, когда он раскастовался, орел, 3000 хп, там два крита, а героя нет. Мне даже интересна статистика этого противостояния двух героев. Но другое дело, Свен под Omni Knight'ом, а у Мартыры помощь пока что есть только в тактиме. Свен не только под Omni Knight'ом, Свен под Omni Knight'ом с Коррозив Хейзом. Ну, это уже, знаешь, еще одно, знаешь, второе уровень. Это то, что хватило бы одной Фантомки, да, то есть одного Коррозив Хейза или, возможно, Omni Knight'а на то, чтобы выиграть Свена. Но здесь оба бафа на его стороне. У нее никакого амплифая нету, его не появится, потому что инвокер уже в бане. Так что довольно странно. На чем, кстати, хотели страйки обычно играть на Мизе сейчас, во время второго дивизиона? Сейчас подскажу. Ну, если не ошибаюсь, для Рейбла суперсигнатурка был Шторм. Ему часто банили его в первой стадии, сейчас он ушел у нас после инвокера, точнее перед инвокером. И вроде бы как все прыгучие герои, может быть, когда-то был СФ, но сейчас СФ такое. Вообще, когда, по-моему, он появлялся, я не помню, в принципе. Остался у нас свой Спирит, и он здесь достаточно неплох. Может и засетапить, и попрыгать, и какая-то мобильность добавится к пику, потому что, по большей части, если у Слардара игра не пойдет, у них как бы герои-то, которые рано пойдут в драке, его нет. Он не на это, он бегает там, что стакает. Фея сама по себе одна сейчас никого не убьет. Когда-то она была очень сильной, я не спорю. Она убивала коров, ну и сейчас нужны шмотки левел. Мне больше Эмбер нравится, опять же. Под коррозит Хейзи, Эмбер Спирит получше заходит. Тяжело пойти в ДП выстоять, Вейспирит получше себя чувствует. Получше чувствует, да, но... Ну, вообще, они оба страдают нереально, потому что просто они не могут с ней размениваться, они снимают какое-то ХП, но там одна рейндропа, и у тебя весь твой дэмэш летает обратно. Может, пак какого-нибудь? Пак хорош. Опять же, против Фантомки, ей трудно под раке потом двигаться. Ну, тут от темпа все будет зависеть. Вот это противостояние всегда, Свен против Фантомки, а не от темпа зависит. Если Фантомка возьмет этот темп, да, и команда будет помогать, и Свен будет играть там вторым номером всю игру. Опять же, ты быстро доходишь до нулифайера, берут какой-то лот, узкорозив Хейзи не работает, соответственно, нулифайером ты снимаешь эти гаи, и все, и ты прибиваешь этого Свена. Если наоборот, то та же самая ситуация. О, давно мы не видели Квапу, кстати, на первом дивизионе. Мне кажется, ее вообще не берут. Там раз в миллион лет она была у нас в гостях. Тоже сигнатурка. Квапа хороша против ДП по линии, стоишь, ну, как бы, тяжело умереть, потому что в любом случае ты контролируешь момент перед Блинком. И я как раз хотел сказать, что надо было в Минстрайке набрать героя, который может кое-как сплитпушить, и если что, хотя бы задефить миди-вышку против первого экзорцизма. Ну, и хороший берст против Фантомки, да, независимо от ситуации, даже если у нее есть ПКБ. Короче, активная игра от Альянса должна быть, потому что Тимбера нереально будет забрать, опять же, ему нужно просто дать третий левел получить, все, Таск может слайно уходить, а Таск может начать просто напрягать. То же самое Квапу на меди, просто гонять где-то, там, руны забирать, а не давать там стакать какие-то, ну, контролировать вражеский лес, приходить триплой вниз, опять же, Фантомке помогать, просто ее очень сильно сноуболить. Ну, под таксимом, да, убивать. Да, если у Альянсов будет это получаться, хотя у них в последнее время получается вот именно вот в такую игру играть редко, то они как бы карту закрывают и Фантомка выиграет у Свена даже под га. Ну, играть вторым номером проще, я думаю, в Винстрайк сейчас комфортно набрались игрой для первой карты. В принципе, если, опять же, Альянсы будут что-то там тормозить, то может быть 1-0 для Винстрайка. Окей, и, кстати, на самом деле, согласие, на априори здесь, понятное дело, у нас Альянс, ну, 1-1, господи, я понимаю, что очевидно, да, они являются тотальным фаворитом здесь, и 6-25 на Винстрайк, я думаю, все прекрасно понимают, что здесь происходит, но по драфтам, если закрыть команду, то мне тоже Винстрайки больше нравятся. Давайте посмотрим, что скажут по этому поводу наши комментаторы. Ну да, такие два разных матча, да, на предыдущем матче у нас, ну, по моему мнению, явно фаворита-то и не было. Мы видели и по матчу, это там коэффициент был в пользу голем, совсем чуть-чуть, но здесь все очевидно, и вот Форс почему-то сомневается, именно, не знаю, по драфтам ты думаешь, что Винстрайки могут победить, или потому что Винстрайки, ты считаешь, недооценивают зрителей? Я считаю, что Винстрайки недооценивают, во-первых, я считаю, что драфт у Винстрайков лучше, это во-вторых, ну, и этого достаточно. Да, для того, чтобы сказать, что они могут, не, ну, первую карту они могут выиграть, я не говорю, что они матч прям должны выиграть, но, типа, первую карту они могут выиграть, все, вот в таких противостояниях решается для команды аутсайдера по драфтам. Да, Винстрайк — это аутсайдер в этом матче, это точно. Но не на коэффициенты 1 на 1 и 6. А, ну, наверное, чуть поменьше. Но если с таким драфтом не смогут выиграть, наверное, будут проблемы. Не то, чтобы у них прям в миллиард раз лучше драфт. У них просто он, ну, чуть-чуть получше. Вот так вот, я бы сказал. Там у Свена с Омником просто в топе, наверное, будет все не очень классно. Вот. И из-за этого у Туска будут развязаны руки. Он пойдет помогать контролить руны. И из-за этого у Квапы может быть не очень хорошо. Но бот-линия у них очень сильная. Как бы Дарквиллу плюс Лордар — хорошая сильная линия. Ну вот там если Туск не сильно поможет на рун-контроль... Подцепили, кстати, лимпа. Да. Подцепили лимпа. Закидывает лабиринт. Но тут не Кбэби, оказывается. Он может подстопить, он может кого-то замедлить. Тяжело. Тяжело было убивать. Знаешь, не лучшие герои тут собрались вместе, чтобы делать враг, я так смотрю. Интересно, а что тут вообще лимп делал? Почему он тут оказался? Хороший вопрос. Обычно мидер, он либо стоит прям под вышкой, ждет саппорта, который идет типа полить вард, знаешь, там типа заходить за Туман Войны, смотреть, видит ли вышка его или нет, чтобы вард задевардить. Либо просто стоит, ждет у Т3. Крепблока какого-то. А может... Они проскаутили линии, и что они хотят? А тут Дукалис уже стоит. А посмотри, какой вижен. А он видел, он же видел, да, он же видел. Да, он видел Тимбер, они увидели эти свапы линии, и что, они будут сами теперь свапаться или что? Где Свен? Фогос бежит на топ, а Свен вместе с Омником, судя по всему, будут стать боти. Вот это, мне кажется, что довольно, довольно странная как бы тема, потому что два милишника, этого самого силовика, силовика будут стоять на линии против Тимбера, и им по кайфу, что ли? Ну, похоже на то. Тимбер обычно такие линии ждет, с удовольствием принимать их, готов. Ну да, плюс смотри, он на сейфлейне будет стоять, а тут трипла на харде. Как бы вот с Туском, с Нечой, как бы нормальный урон у них. Крепочка заберут, отзвонят. Ну, посмотрим, конечно. Я не ожидал, что так будут расставлены линии, но в целом это для команды Альянс. Я думаю, что хорошо. Я думаю, что хорошо. Пока Сардар не может подойти к крепочкам. Ждут, пока Туск появится, видимо. Они его не видят, они не знают, как бы, где тут, где герои, будут ли там пытаться как-то ФБ делать или нет. Ну, а Тимбера подушивает. С4 берет пассивку на первом уровне, что странно, потому что обычно берется первый спелл. И ты просто сразу с нулевой минуты режешь. Режешь, пушишь линию, саппорт тебе помогает пулить. Ну, здесь он один стоит, но тем не менее. Ну, мы сегодня видели уже противостояние Тимбера и СВ, но если вот берешь первую способность, то тебя очень ХП сильно выбивает. Там за несколько десятков секунд ты без ХП остаешься. Ну, теперь с Армором стоит, до левела 2 дотерпит. Ну, посмотрим, что с Тимбером дальше будет складываться. Я не вижу никаких телепортов от Альянса, они там не отправляют того же ФНГ вниз. Трипла остается на топе. Но и СВ пока ХП. Все, уровень 2 есть. Уже попроще будет стоять. Ну, и ФБ на топе все же происходит. Дождались момента. Долго ждали. Мы полтора минуты смотрели за этой линией. Случилось ФБ. На центре постоянные размены. Тут и у Крин оф Пейн в какой-то момент ХП не оставалось на фласке. Был мидер команды Винстрайк. Я думаю, в целом ничего тут необычного не будет происходить. В будущем для Крин оф Пейн проблема будет в виде Сайланса. Решили не брать вот этого стандартного дефолтного скучного Эмбера. Взяли героя повеселее. Коэффициенты от наших друзей из париматча. 1.33 А Лайнс. 3.15 на Винстрайк. А, так это на матч был? Это на матч был в целом, конечно. Ну, на матч, ладно. На матч я еще готов поверить, что это нормальные коэффициенты. На карту, мне кажется, тут на Винстрайк вполне можно. Как бы поменьше было бы сделать. Ну, пока крипсата неутешительная. Фантомка 11 на 13. Это что? Так почему Слаждар? Нет, ну ладно. Линии таковые, какие есть. Винстрайки решили ничего больше не менять. И мы видим сейчас, что тройка не фармит. Я не знаю, когда это изменится. 3-плата Лайнс остается здесь, она будет душить. Сейчас можно будет пытаться убивать. Отпулить-перепулить ничего не выходит, потому что там кэмпы постоянно блочатся. Нападают на Фогаса. Ну, хороший лабиринт. Иживичные кусты. Может быть и спасет импет. Слетит, ох! А нож, 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 Вижен? Нет, нет, Вижена... Ну, радости все равно мало. Да, Слаждар выживает. Крипы-то не подходят? Крипов нет. Крипов не будет. И ребята остаются здесь. Стоять дальше. Можно дальше прессинговать. Тимбер снизу. Он не страдает. Он стоит один, но он будет себя чувствовать с каждой минуты все лучше и лучше. Мы видим, режет. Агрессив Чайлда. Не могу сказать, что и Свенде жалуется. Как я уже говорил, мы сегодня видели этот матчап. Свен нормально стоит, терпит. Пока там нету Тимбера уровня 6. Как-то до 6-го он, да, докачается. Потом Блесс, потом Мэншент. В общем, классическая игра для Свена, когда он... Сколько... Какой это Свен уже? У нас на первой... Это четвертый Свен подряд, правильно? Да. Свен вроде были все игры. Но я Владу не буду уверен. Да, да, да. Все? Все. Ну, не убили в предыдущий раз. Что-то надо менять. Что-то... Это просто безумие какое-то. А что ты поменяешь в такой ситуации? Отправить Dark Willow в бот ты не сможешь овнить Тимбера так же сильно, как трипла команда Альянс овнить Слардара, понимаешь? В этом-то и преимущество Тимбера, что ты ему ничего сделать не можешь. Там двумя саппортами или там триплой какой-то. Ты не в состоянии его уже отогнать, когда у него четвертый уровень. Когда у него первый уровень, это еще реально. Когда у него уже четвертый, нет, извините, пожалуйста, извольте что-то делать. Тут самое, может быть, правильное омников топ отправить. И Свена реально оставить прям один на один, делать так, чтобы он получал всю экспу. Вот. И будучи омником, помогать как-то на линии, где Слардар с Даркфиллом играет. Вот это вот выглядит более, скажем так, правильным, наверное, решением, чем пытаться перетягивать Даркфиллом в бот. Вот. Но мы видим, что Дукалис вместо того, чтобы порталиться в топ, он бегает, помогает контролить руны, он делает стаки. То есть все-таки игра идет на Свена так или иначе. Вот. Но тут Тимбер получает пятый уровень. И он, кстати говоря, вот всех этих крипов заберет. У него уже будет пятый с половиной. И вот когда Тимбер апнет шестой, а у Агрессив Чайлда еще не будет шестого уровня, он не сможет так эффективно в лес уходить. Вот тут уже могут быть проблемы. Прям большие. Прям огромные, я бы даже сказал. Вот. Поэтому нужно вот как можно скорее сейчас купить себе маску и быть готовым к тому, что надо будет в лес уйти. Ну что, Слардар два крипа добил за пять минут. Не подпускает его. Я думал, будет вариант, что саппорт и Айлайнс просто уйдут с топа. Оставят Фантомку, стоят один на один. Слардар начнет фармить. Тяжело стакать с друг друга. Крипа и стопят бесконечно. А надо было пораньше просто. Там уже 51-я, 52-я какая-то. А там сколько? А там уже три. Там драконы, ящерицы и големы. Ну тяжело будет все равно. Это да, это тяжело. Они могут просто подстопить рандомно друг друга. Так вот, саппорты не уходят, пока остаются на топе. Продолжают добить этого бедного Слардара. Снова там его давят под тавер и снова они идут ему фармить. На Творост 1100. Все может измениться спустя 5-10 минут. Там, если опыт у Слардара если это хоть что-то, Коразев Хейза можно будет вешать. Канцкин очень много вардов проставил. Ну все, тимбер 6-й. Тут начинается пропилка конкретная. Агрессив Чайлл простанивает, пытается уйти, подходит Туск, дает тактим. У него должен быть Сноубол или Шарды. У него все-таки Шарды и этого достаточно для того, Даже лучше, чем Сноубол. Очень много времени выиграли эти Шарды. Перекрыли проход Дукалис. Грамотно действует, туда-сюда бегает. Но Сноубол появился на уровень 3 после убийства Слэна. Ну, я не знаю. Все просто ужасно. Все просто ужасно. У Квапы, может быть, ну у Квапы средненько. И то мы видим, что Мит все равно проигрывается. Ну а как ты такие сайды будешь протаскивать Квапой? У тебя бот проигран в Салат и топ проигран в Салат. А там ведь еще ДП подключится. А наш тоже не... Так слушай, а что у Квапы норм? У нее ничего не нормального. У нее 1800, ДП 2200. Ничего у нее не нормального. У нее плохо все. Пока три линии лузаются командой Винстрайк. Не знаю, а можно ли было бы как-то иначе сыграть в этом моменте. Но Альянс сделали мега грамотное решение. Поставив триплу. Впитывает в себя всякие станы С4. Ему вообще не наплевает. Пассивка в три. Он может под тавером стоять. Если туск подойдет, то можно творить чудеса. Ну и вот он, первый ганг. Попытка изменить ситуацию. Квинов Пейн с Соник Вейвом под невидимостью выходит в топ. Пантомка пыталась забрать башню. Ямич постарался за Денайл. ФНГ, похоже, все. Можно даже Соник Вейв не давать. Скрим первый, но под Шадов Страйком в три хватит. Там еще и Стрик был. Три сотни для Квапы. Не сказать, что это камбэк, конечно. Ну, неплохо. Неплохо. Башня, правда, здесь все равно упала. Они КВ пока не уходят в лес, не уходят на другую линию. Квапа возвращается в мид. Там все же Деспрофит с экзорцизмом. Нельзя надолго уходить с одной линии. Экзорцизм все равно подключается. А готова ловить Квапу сейчас. Вогоняет ее для начала. И идет очень уверенный пуш. Красиво. И ничего не сделать. Ничего не сделать. Он мне на это приходит, но это смешно, что он здесь может сделать. Чтобы этот пуш остановить. Не, ну вообще как-нибудь покидаться с пылами можно. Задержать соперника. Когда СВН пойдет... А, там задевард лидит, да, все? А, нет, не задевард. А что, не достает? Не достает. Не достает. Ну, хитрый вард. Нитрый вард поставили. Да что, хитрый. Он блочит. Он блочит? Да, вроде. Ага. Все, окей. Ну, и стаки профармить СВНу не дают. Они, конечно, не забирают эти стаки сами, но они не дают СВНу их зафармить. Это самое главное. В С4 летят скиллы. Там пассивка стакается от нейтралов. Агрессив чат. Ой, как же он хочет эти стаки С4 здесь. На него накидываются. Он за счет тимберчейна отступает. Хороший Соник Вейв попрыгает дальше. С4. Еще крам дает. Тимбера убили. Агрессив чат. Не ясно, уйдет или нет. Уходит. Контроля больше никакого не будет. Проклятие на Лимпа. Лимп отходит подальше. Квин оф Пейнт там уже драться нечем. Скрим уровня слишком маленького. Анскин также убегает. Слушай, да в целом получилось-то хорошо. Стаки в большей степени забрал СВН. Да, там опыт забрали все подряд. Но стаки за СВНом. Убили Тимбера. Ну да, главное, что он стаки зафармил и при этом, что он еще и не умер. Вот что, пожалуй, наиболее важно. То, что Тимбер погиб, это ерунда. Как бы, что? У него и так топовый Нетворс. Вот он сейчас заспавнится. Там не будет Соник Вейва. По сути, если нет Соник Вейва, у команды Винстрайк они Тимбера вообще никак не убивают. При условии, что у него хоть как-то пассивка на стакана, конечно же. Прям вообще никак. Там надо впятером навалиться под ультом Слардара, под ультом Тарквиллоу, нанести дэмэдж магический. Тогда, может быть, есть там не крышансы этого Тимбера спустить на землю. А так вот он заспавнится, придет на любую линию и будет себя чувствовать максимально комфортно. Бернули преимущество Альнс. 4-диску снова за ними. 5-2 счет. Фантом Ассасин пока пропал из карты, просто фармит на топе. Кэрри команда Альнс. Так, ну а Деспрофит. Ожидаем стандартный Юл. Тимбер. Какой-то лотос, в общем-то, можно купить со старта вообще не стесняться. Сбрасывать себя Кварзи в Хейзе, сбрасывать себя Шэдоу Страйк. Сбрасывать себя Проклятие от Дарквилла тоже очень удобно будет. Ну и Слардар. Что там со Слардаром, кстати? Да, мы про него забыли. 12 крипов за почти 10 минут на Творс 1800. Ну, печальная статистика. И по опыту тоже все грустно. Как-то пытается камбэкать. СФО уже уровень 8. А ТОС у Тимбера, Квилбая, кстати. Контра будет к Клопе. Да, интересно. Не в стойкость решил собираться. Наверное, Метеор Хаммер какой-то можно было здесь придумать, если вот прям фантазировать, какие предметы можно было делать. Мне кажется, я С4 уже наигрался с Метеор Хаммерами на Тейт Хантере. Как у нас тут аналитика горела. Я помню, смотрел пару матчей Альянсов. Есть 4 там с этим Метеор Хаммером. Играл. Много было недовольных. Ну, это, конечно, не самый плохой предмет просто. Он не всегда работает, пожалуй. Иногда реально, если ты получил прям хорошую линию на Тейт Хантере, лучше инвестировать полученные деньги в какую-то Владмирс, в медальку какую-то. Это же тебе и Рошана позволит собрать, и фраги проще делать. Метеор Хаммер это чисто накач. Накач и на пуш выше. Если ты на линии живешь прям, идешь Т1 забирать Т2, то Метеор Хаммером, в общем-то, быстро окупается. Ну, как видим, мы и без Метеор Хаммера здесь Альянсы стараются. Башню Т2 забирает на 11-й минуте, между прочим. И треугольник будет отрезан от СВ. Посмотрите, сколько контроля на карте Альянс. Просто да, мид-тауэр нет, топ-тауэра нет. Там и на топ, я думаю, совсем скоро ребята на Т2 перейдут. Я думаю, Тимбер не побрезгует и дальше идти по бот-линии, кого-то постоянно на Т3 вышку форсить. Потому что для того, чтобы этого Тимбера убить, надо очень много ресурсов перетянуть сейчас. И посмотрите, где фармит Финстрайк. Они вынуждены фармить чуть ли не на чужом треугольнике. Как самая безопасная территория, где у них есть вижн. Самое безопасное место. Фантомка ведь тоже, вот мы сравнивали Джаггернаута вместе с Веном на предыдущей карте. Вот, казалось бы, есть Свен, у которого врожденный сплэш, пошел Суник Вейв в Инчу. А у нее светлячки в 2. В Инчу, которую еще... Нет, ну ладно, ее хотя бы забирают. Вот это хороший буст по золоту, по экспе для рейбла, поскольку, ну, он фактически этот фраг в соло сделал. Но факт простой. Нет Суник Вейва, Винстрайк вообще ничего не могут. Вот прям так. И нажмется экзорцизм, и все. И там попадает абсолютно все, что угодно. Т2, Рошан, Т3, что угодно упадет. Очень сложно будет без Суник Вейва драться. Ну, лучше так, чем просто бегать, Финнув поентом 5 минут, вообще никуда свой ультимейт не выкидывает. Так, хоть какие-то деньги зарабатывает, то опыт, что немаловажно. Я вот вернусь к этой теме, Джиггернаут и Свена. В общем, Свен намного практичнее, чем Джиггернаут. По сравнению, да, с этим героем. Вот, но в данной игре мы видим, что Фантомка по Нетворцу не сильно отстает, и она купит БФ, и она тоже будет очень быстро фармить. И Свен вряд ли ее перегонит, с учетом того, что на карте происходит. А Фантомка, она по скорости фарма, возможно, даже слабее, чем Джиггернаут. Поскольку у Джиггернаута есть Блэйдфьюри, он может пойти в леса, там, зафармить нейтралов каких-то, или линию быстро может пропушить. А Фантомка так не умеет, она чуть дольше фармит. У нее есть Блэйдфьюр, чтобы Эншенту фармил. Джиггеру талон нужен, чтобы Эншенту нормально фармил. Тут, конечно, по преимуществу небольшое на ФНГ могут... А, это тиммейт, извините, пожалуйста. Это байт своеобразный. Это тиммейты подошли в смоуке. Коэффициент от наших партнеров приматч на карту уже. 1-11 и 5-8. Вот это выглядит, да, уже как более-менее реальная цифра с учетом состояния на карте. Но сноубол пока никуда не дается. Шарды... Слушай, на самом деле, неплохо. Агрессив чалды... Не так было много вариантов, куда убегать. Террорайс пошел. Агрессив чалды спасают. Дукалис живет. Слушай, а агрессив чалды побежал не туда немножко. Он реально от всей команды просто пошел в другую сторону. Ооо... Телепорта нет, что обидно. Но ее уже не отпустят. Там будет сноубол, телепорта можно будет сбить. Будет и панч, и минус. Свен. Он просто не туда пошел. А он пошел не в сторону базы. Ну, думал как-то схитрить. Был бы телепорт, он бы ушел без вопросов. Но телепорт был в кулдауне несколько секунд. Очень важный фраг Ли Айлайнс. Убивает единственного героя, который по натворцу уверенно держался. Команда Винстрайк 6300 у Свена было. Теперь Фантомка перегоняет Свена. Из Бутлфюри будут фармить все быстрее и быстрее. Нереально богатая ФНГ. Посмотрите, тут Мек уже вырисовывается с медальоном. Ну и да, Тимбер взял Атос. Дальше, как я говорил, Лотос. Тут Лотоса можно брать чуть ли не массовые. От всего Лотоса спасает. От Яда Квапы спасает. От Стана Свена. От Коррозива. От трех спилов феи. Или от двух. От Брамбл Мейза и от Керст Краун спасает. От двух скиллов феи. Ну, в общем, действительно полезный, хороший предмет. Тем более, ты арканы разбираешь. Тебе не так долго нужно фармить на этот Лотос. Немножко затягивается вот у нас петля так на шее игроков Виндстрайк. Они не отдают больше фрагов, как правило, но фармить все тяжелее и тяжелее. Фантомков все больше и больше. И не ровен час. Вот просто пойдут альянсы сомнутся его соперником, мне кажется. Минуты, знаешь, через 10, через 15. Просто пойдут и одним мощным ударом там заберут бараки, заберут потом вторую линию и закончат просто в трон. Без проблем. Да, и в драке будет много проблем. Фантомка с блером, да с профитом с сифонами. Тимбер с пассивкой непробиваемой. То есть вариант, что Свен врывается, там делает два удара и убивает быстро какого-то кора, ну, маловероятно. Наверное, на Квапу есть расчет, что ворвется Квапа в ту же Фантомку, Соник Вейвскрим и там как-то получится и унести львиную долю урона и по какой-то бедлам, например, фею добить. Но все это звучит маловероятно. Принимает Арквиллу с вором, хватит ли магии. Немножко не хватает. Под конец телепорта С4 вернул Чакрам, надеюсь, что там как-то добьет он Дарквиллу, но на демо же не хватило. Какая-то плотненькая. Правда, на Творс у Дарквиллу очень-очень плачевный. Три шестьсот всего лишь. На пятнадцатой минуте Квапа выходит в Юл, пока нет Юла. Главное грамотно прыгнуть. Ну, по-моему, это конец. Блинк в два. Тиберс с Атос. Атос. Ну все, Квапа заканчивается. Еще одна очень неприятная смерть. До этого это был Сван несколько минут назад. Теперь это Квапа. Героя, который должен жить, фармить. Квапа. Не сказать, что прям очень много проигрываю этой же Death Profit, учитывая вообще всю игру, как мы видим. Верти, они останавливают фарм. Квапа перестает фармить на 30 секунд. Мека у Инчантрас. Мека-педальон. Какая же будет тут богатый Инча? Вроде бы позиция 5, а Нетворца у нее больше, чем у вражеской тройки. 50 крипов у ФНГ. Примерно как суммарно у двух саппортов. И почти столько же, сколько и у Квапы. Ну, там на тысячу меньше. То есть разница между пятеркой и мидером 1000 золота всего лишь на 16-й минуте. Катастрофа для винстрайка. Рошан падает под медалькой. Без экзорцизма ребята его забирают. ФНГ протанковывает своей пассивной способностью со светлячками, которые у него в 3. И его Рошан не может даже нормально надамажить. А Егис для Ника бэйби. Сейчас даггер покупает Слардар. Вот, может быть, этого момента как раз винстрайки ждали. Пока Слардар выформит даггер, можно будет какие-то пиковы делать на сайд-линиях, где игроки команды Альянс будут бегать по одному. Но когда у оппонента уже Айегис, это делать в разы тяжелее. Да, притом Альянс не спешат прямо сейчас идти в постоянной драке. Они готовы пофармить в комфортном для себя темпе. Фантом, КЗБ, ФМС в лесу. Тимбер очень быстро пылесосит все линии, пылесосит лес недалеко от него. Без профит там вроде как лимфу. Лотус быстро пытается выйти, игнорируя при этом Юл. Ну да, видишь. ПТ и лотус. Не, лотусы тут прям мастхэв. Мы уже об этом говорили как раз, что тут лотусы. Тут можно еще и туску какой-нибудь лотус придумать. Хотя, наверное, лучше даггер, чтобы врываться, как-то цеплять вражеских героев. Или сейвить от врыва с Вэна, например. Да, сейвить от врыва с Вэна. Или от врыва с Лардар. Там можно от Соник Вэйва всех спасти. Там Квапа там смотрит. Ага, четыре героя рядом, даёт Соник Вэйв. А ты хоп-хоп-хоп всех попрятал, сноубол. Соник Вэйв ноль урона наносят, и там уже Винстрайки драться нормально не смогут. Может быть, даже уже о каком-то хайграунде стоит призадуматься. Но, наверное, уровни очень маленькие, да? У игроков Альянс. Попадают на С4. Что по лотусу? Может быть. Соник Вэйв. Есть. Нормально. Но сейчас будет тяжело драться. Пойдут Альянс сражаться дальше? Интересно. Я думаю, что Альянс не хотят здесь драться определенно. Без того же Тимбера. ФНГ принимают. Очень быстро убили. Но Винстрайки красавчики. Они прям почувствовали идеальные моменты. Это был риск нападения на жирнейшего Тимбера. Но при этом Тимбер ведь вроде еще и без лотоса. Он только с одним атосом. Реактив армор за стакан. А у него нет лотоса? Реально до сих пор? Он купил лотос первым слотом? Нет, это я видел. Так что лотоса нет? Но он успел. Ага. Я думал, может, он просто не повесил его на себя, как-то не среагировал. Нет, нет, нет. Он не успел купить. Все окей. То есть ты еще на часах посмотри. Девятнадцатая минута всего. Поэтому неудивительно. Фантомка бегает с Аегисом, но после такой дерзкой защиты от Винстрайк, наверное, Альянс уже дважды будет думать, прежде чем заходить в такую опасную позицию. Он не на это убивает на миде. Угу. Там сразу он помигал, что, скорее всего, вард на хайграунде будет потом девардить его. 15-й уровень получает Фантомка. Талант на дополнительный рейндж блинка, который позволяет тебе и нападать эффективно, и отступать. Где-то на крипов прыгнуть, где-то на тиммейтов, которые в спине стоят. Да, пытаются реализовать сейчас свой Аегис Альянс. Забрать Т2. В миде. Опять-таки на хайграунд я не уверен, что захотят идти. Хотя нет ГДС и нет Суни Квоева. Слушай, может пойду? Непонятно, непонятно. Можно и на то перетянуться. Там толкнуть линию хорошенько. Не, я не уверен, что это хорошая идея. Нельзя спешить. Снизу там за тимбер один. Ребята на него немножко посмотрели. Решили, что ладно. Не в этот раз, но у них Квоева это не будет. Поэтому навряд ли урона хватит, чтобы убить. Расставляет варды. Ну и Нико Бэби пачку крипов быстренько профармил. Можно даже скролл нажимать. Может быть и уходить отсюда. Крипов все равно не будет. Смоук. Фулл смоук от команды Винстрайк. В пятером они куда-то пошли. Тайминги плохие. Но я вижу Свена с ботлом ДД. Кристаллис и Ультимейт. И звучит-то все перспективно. Может и такие уже плохие тайминги. Есть и Чант. Можно сбросить какие-то эффекты. Да. С агрессив Чайл. Ну, хорошо. Давайте смотреть. Тимбер смоук ревелит. Но у Тимбера не на стакана пассивка сейчас. Если в него въедут, он умрет моментально. Нико Бэби показывает соперника в блюре. Ну, то, что Нико Бэби выходит первым, это очень хорошо. Ох, крит на 700. Мне на сомни. Он мне даже не успел ничего скастовать. Ни ГА, ни первый спелл в себя. Тут пытаются подцепить Атосом. Дарквилл, Дарквилл уходит в Шедоу Релм. Спасается. И ползает до какого-то. А вот сейчас, может быть, экзорцизм-то реально нажать по амиду пойти? Потому что нет омника. Ну, похоже, так и будут делать. Они прям бегут. Прям хотят. Глифа нет. Момент страйк. Террорайс. Отменяется. Сайланс повесили. СФО врывается. Ему будет протанковать башню. Еще один этот Террорайс. Ямич замахивается. Не забываем про Сардара, который тоже может начать. Но пока вот рано. Как-то дождаться бы. 45 секунд. Слишком долго. Столько времени не будет. Стан по Фантом Ассасин. Катапульта работает. Дождаться к концу экзорцизма надо. Ну, Кубат Казарму в этот момент, похоже. Врывается все-таки Дегафога. Стоник Вейв шикарный. По трем игрокам залетает. Есть ноутбол. И с фона Тимберчени уходит подальше. Террорайс еще ждем момента. Пока его нет. Ханскина пытаются убить. Убили Тузка. Казарма на миде остается. Винстрайки защищаются здесь. И идут злые в погоне. Своем все же ультимейт. Нажал не просто так. Похоже, уже никого убить не получится. Экзорцизм закончился. Конец драки. Кто в плюсе? Кто тут в плюсе? Или никто? Страйк просто тянут время дальше. Их тяжело назвать командой, которая в плюсе остается после таких моментов. Но, скажем так, это не самое плохое, что могло произойти с ними. А точнее, ничего же плохого вообще не произошло в принципе. Они потеряли эту тревышку, они не отдали бараке. Они убили героя и при этом продолжают сейчас бегать по карте, продолжают какую-то фарм собирать. Рейбл сейчас должен затеряться в лесах, еще один блинк нажать. Ханскин его пытается найти, но не может. Свену нужно хотя бы Аганим выформить. Хотя он выформит Аганим, он же там, да, Аганим делает. Нет. Все, передумал? Ну да, там лотосов уже куча. Я так что-то подумал, купит он Аганим и будет просто сам себя станеть каждый раз. Так что да, лучше, наверное, какой-то вот он Трустрайк пытается выформить. Такой билд у Свена, да, прям от безысходности прям видно. То есть нет Аганима, БКБ он тоже покупать не может, потому что купит БКБ ему это вообще никак не поможет в этой игре. Там куча физического урона. Вот он вынужден собирать всякие вот предметы исключительно на дэмэдж. Надеюсь, что он за станц может вынести достаточное количество урона и там хотя бы одного-двух героев успеть убить. Альянс это уже на миде. Альянс это уже казармой готова убить. Хотя там в смоке стоят товарищи, чего-то ждут. Ждут момента. Декафогас. Как Рам полетел. Боятся по Т4 прыгать и правильно делают. Там можно по Т4 не выжить. От спам идет от Квин оф Пейн. Квин оф Пейн еще без ультимейта. У Свена ультимейт уже появился. И только одна казарма, но этого мало, конечно. Да почти ничто. Деспрофит руна лжебства, кстати, лежит вкусно. Но решили на топ. Решили на топ перетянуться. МКБ у себя на есть. Ну все, теперь каким-то образом, если фантомку смогут подконтролить, барвется с лордар, например, то фантомку можно постараться убить очень быстро. Вообще без проблем. Вообще без проблем можно убить фантомку. И может быть это прямо сейчас и будет. И ведь, понимаешь, на варде, да, на варде нажали смок. И должны быть альянс готовы к этому, что у них по скиллам все скиллы заряжены. Нажимается смок. Тимбер идет ревелить. Но Тимбер идет опасно ревелить. Ему надо сразу дать лотус. Тимбер напал просто. Там был вижен. Пытается с лордаром быстро убить. Есть помощь от Омни Найта. Стан в лотус. Агрессив челл пытается убить СФО. И СФО просто улетает. Га, от Омни Найта. На всю команду Ника Бэби бегает в Блокенбаре. Пока просто отдыхает. Свен начинает бить Ника Бэби. Понимает, что пора отходить. Отходит назад, закидывает даггер. Добивает Свена. Очень грамотно просто Свена раскает. Тилиндаль ему нормально бить противника. Омни Найт в таверне. ДКфогас уходит. Тимбер чейн. СФО есть. А, нет. Атоса нет. Атоса нет. Не получится. Законтролит Свардара. Свена не будет. 35 секунд. Мид точно падает. Может быть и на вторую линию попробуют пойти. Ребята, экзорцизм все еще действует. Экзорцизм действует. Еще какое-то время. И плюс тут еще напали на Свардара. Там такие станы влетают. Но команду Альянс просто не остановить. Тут уже экзорцизм, видимо, не нужен. Без него получается много урона вносить. И Свен сейчас появится. Но без у тиммейта ничего он не сделает здесь. Да, у него нет какого-то инвокера, который дал бы ему Алакрити. И он бы попытался без ГДС развалить игроков команды Альянс. А Фантомочка-то прекрасно работает. Мы видим, где Квин оф Пейн сейчас находится. Квин оф Пейн просто отсутствует и пытается фармить лес. Тянут время. Тянут время. Винстрайк, надеюсь, что хотя бы как-то, может быть, за второго Рошана они смогут подраться как следует. В более удачной позиции. Там кинуть кнопки. У Ника Бэби появляется Башер. Он не планирует пока что приобретать нулифайр. А хотя ему бы, наверное, следовало бы это сделать. Поскольку ГА достаточно много времени выиграла в прошлом Тимфайзе. Много в понятии настолько, насколько это, в принципе, возможно, выиграть время. Когда у тебя на 25-й бараке падают. Ну, нулифайр, видишь, он на одну цель работает. Я думаю, что ты должен ФНГ поработать своим энчантом. Ну и фокусиш. Ну да, да. И ФНГ тоже может энчантом диспейлить, по идее, ГА. А можно еще переманить крипа, который диспейлить. Ну да. То есть это уже с двух ты, получается, будешь диспейлить. Выглядит как реально неплохой план. 17 тысяч перевес. Слардар так и не восстановился. Купил он блинг. Он, в общем-то, позволял неплохо ворваться к тому же Свену. Но сам Слардар, кроме краша, ничего не делает. Крашка, развив хейст. Все, он больше ничего не может в драке сделать по-настоящему полезного. Убивают его быстро. 18 уровня Фантомки. Теперь особенно опасный крит становится. А просто разгром команды из второго дивизиона. Винстрайки. А у меня Найт, бедняга, ультимейт свой первый дал. Но ведь не особо это помогло тому же Свену. Фантомка бегает туда-сюда. Свен не может летать. Свен без агонима. Мы это помним. Говорили причину, почему он его решил здесь не брать. И за Фантомкой вот так вот прыгать не получается. Опа, Грессив Чайлд. Очень опасно было. Что-то мне подсказывает, что Винстрайк будут здесь драться в последний раз. Если они драку проиграют за этого Рошана. Только против Аегиса и против Сыра они уже вообще ничего не смогут. Часто они еще могут как-то, знаешь, удачно скиллы бросить героев в пиков. Но когда там будет Аегис на Фантомке и Сыр на ДП, я не представляю вообще, сколько им нужно будет влить скиллов и урона, чтобы удачно как-то подраться. С-фо на варде. Врыв на С-фо. Стан. Терра Райз должен быть. Есть сноубол. Блестящий. Блестящий. Главное, честно, Тимберщи не успеть отсюда уйти. Терра Райз. Отлично. По двоим попадает. Соник Вейв туда же. Минус два. Тимбер тут же выкупается. Ну и сейчас будет контратака. Лимб. Под Тифонами. Агрессив Чайлд. На Хэмель и Грейси отходит подальше. Остается Omni-Night ультимейт. Экзорцизм работает. Под медальонами. Ну и сейчас будут ребята бить Рошана. Агрессив Чайлд все еще с ультимейтом. Злой. Выходит на Лимб. Пытается Лимб убить. Сперед Весел. Тут же Лотос. Агрессив Чайлд остался один. Нужна какая-то помощь. Помощи нет. Omni-Night опаздывает с ультимейтом. Ну, наверное, смысла от нее все равно было мало. Там тут же был бы энчант. Все равно сбросили БГА. И это ГГ. Но вот это прям... Это разгром. Это прям разгром. Это не похоже на предыдущий матч совершенно. Но тут прям видно, насколько одна команда мощнее. Вот это начало игры. Вот этот вот Слардар, который оказался на линии. И два крипа за пять минут. И ситуация не изменилась. Не знаю, главная ли это причина того, что происходило? Либо еще... Да, наверное, да. Наверное, реально главная. Потому что твой хардер и твоя четверка в игре не могут сделать ничего вообще на протяжении долгого времени. А вражеская трипла, которая с двумя саппортами, она, во-первых, способна много сделать. И плюс еще у оппонента есть хардер, который так много пространства создает. Вот этот вот Тимбер, которого для убийства нужно там Соник, ГДС, еще какой-то Террорайз закинуть. Ну, в общем, тяжело было играть эту карту. Причем самое-то забавное, что Винстрайк видели этот сваплиний. И все равно вот... Решили остаться играть. Как-то недооценили его, видимо. Не ожидали, что Тимбер будет один играть. Ну, в общем, здесь... Надеюсь, аналитики найдут, что рассказать. Потому что на 17 минут и дальше смотреть было не на что. Передаем слово нашей аналитике. Я думаю, это было идеальное вообще классическое представление. Тир-1 команды, да, против Тир-2 команды. Первого дивизиона против второго дивизиона. И примерно то же самое. Логично было бы предположить, что произойдет с Матголумсами. Но они оказались даже хоть из первого дивизиона, даже не близко к тому перформансу против Чикенфайтерс. Сейчас все наоборот. Сейчас все по классике. И, опять же, дополнительную статистику вы можете найти на cybersport.ru. А мы спросим наших хлопцев, что случилось с селядкой вообще? Ко чему так плохо? Что случилось на лайнах? Ну, во-первых, они реально видели лайны. И могли как бы расставить лайны как угодно. Если ты делаешь трейд, так называемый, да, ты вот свапаешь лайны, и твои оффлейны, оффлейнеры идут в легкую. И все, они там должны стоять соло. Где-то там подсасывать экспу, получать что-то там под тавером, пытаться там добивать крипов за счет нюков. Но ты должен сделать это абсолютно зеркально. Если тебе приходят против там твоей селедки трипл-лайн стоять, да, и гнобить в салат, ты не блочишь спаун, инчи. Там, считай, еще и четвертый герой образовывается, да, суммонится в лице урсы, там, кентавра, без разницы, тролля, кого угодно, потому что крип из леса с такого спауна, он, в принципе, нацелен любому герою. То и снизу ты должен сделать абсолютно то же самое. Приди туда триплой и отзонь просто этого тимбера, чтобы он не подходил к репам, не подходил к экспе и так далее. Если ты этого не делаешь, ты видишь этого тимбера, ну, как героя, который может стоять против даблы легко, да, даблы, который не имеет нюков, не имеет ничего, и все, ты тогда автоматически проиграешь два лайна. У тебя сверху стоят четыре героя против двух, и, понятное дело, Слардар не может подходить к репам, вот как раз, как у тебя не должен подходить вот этот оффлейнер, который пришел на легкую линию против четвереплы. Стоять. И плюс Миреска, которая не банит спаун, вообще вот ни при каких раскладах она не хочет, у нее даже варда не было, чтобы это сделать. Ну и снизу у тебя два милишника против тимбера. Ну и в миде противостояние, в принципе, равное, ДП против квапы. Квапа это такой сейчас пик, очень рисковый. Это герой, который должен быть супер универсальный. Он по игре вообще ничего не делает, эта квапа она сейчас выпала из меты, и вот она, кроме Sonic Wave, ничего нет у нее вообще. В принципе, есть демиджи, чем она может быть полезна. Пак куда лучше вот в таких драфтах, который там Агани может первым итом нафармить, и будет куда полезнее, чем Квапа, в принципе, дальше по игре. Но в Винстрайке ничего не захотели делать с нулевой, и вот как они лайны свои поставили, в принципе, дальше можно было не играть. Это дело техники исполнить вот эту стратегию, и там как бы нажать все ровненько от Альянса. Сейчас, подожди, по хайлайту вот. В принципе, там Свен успел дать три удара фатом Ассасин, Ника пострадал очень сильно, но Альянсы были максимально готовы. У них был первый опс, который стоял на ХГ, просто умистрайк на базе, они уже понимали, где они бегут, и поставили второй опс перед дракой. И получается, просто Свен оставался, кричит, ждет цель, а они такие выбирают, ну давай, пусть Тимбер улетает первый, пусть он снимает ему урон, пусть снимает ХП, мы потом добьем. И вот так и так вышло появление МКБ, где был шанс зацепиться, и хоть как-то камбэкнуть, просто прочитали на вальде. Ну, ты еще влетаешь на Лотус Орб, как веселый Супермен получаешь. Можно взять Даггер. Антистан сверху. Даггер же тоже круто. На Даггер не сейчас реагируешь. Даггер лучше под Слардара против... Ну, во-вторых, Альянсы очень хорошо собрали, опять же, вот эти два Лотус Орба, на которые мы рассчитывали, собрали первыми артефактами. Ну, там, какого рода Фотос, Лотус на Тимбере, чтобы ловить как раз-таки Квапу, потому что мало чем можно поймать этого персонажа, поэтому он с этого артефакта начал. А АДП просто. Она зарашила этот Лотус, и все. И этот Слен, который не собирается через Блокинбар, не собирается через Даггер, он не может ничего сделать. Очень жестко контрят его Лотус, и очень жестко его контрит тонна замедления. От Сифона, Чекрама, от Дротиков, Энчанта, и даже вот этот Хайонли Грейс, он ему просто не помогает, потому что половина из этих скрелов его ешные. Он там на кого-то прыгнет, пару раз ударит, не убьет, и все, он стоит в замедлении, он не знает, куда ему деваться, потому что у него нет Блокинбара, у него нет Даггера, он не может нормально быстро кого-то фокуснуть. А Аганим ему в этом плане вообще никак не помогает, потому что винстрайки здесь подчистую проиграли. Вот подчистую. Мы с Тилем думали, как им было правильно расставить линии, и в принципе, с учетом просто появления Тимбера в драфте Альянс, игра максимально стала легкой для них. Как-то, может быть, если получилось почему-то затянуть, если БСФО ошибся и как-то там что-то сделал, там, в принципе, ошибиться был трудно, он стоял в крипах и не умирал. То же самое с ДП на миде, сифон кидает почти фуловое. Шансы были только на триплу, но у нас стоит Слардар и Виллоу, далеко не самая сильная комбинация, а там Тег Тим, Дротик и Крип. Ты просто в таких стратегиях делаешь трейд. У тебя Слардар стоит без итемов и без левела. Просто он стоит под Таурем и ничего не может сделать. И у тебя Тимбер должен также стоять без итемов, без левела и ничего не делать. И ты просто играешь на своей первой позиции. У тебя на этой трипле полностью... Там просто стоял... У тебя же пятая минута была, у тебя Тимбер стоит примерно равненько со Сленом по крипам, а Фантомка стоит что-то из серии 25 на 25 по крипам. Ну, понятно, дело я там чуть утрирую. 25 по 25. Хотя у нее там был 20 на 17 где-то в один момент. Да, он что-то нанялся. И 1-0 у Слардара. И у тебя вот никакого трейда не происходит по лайнам. А мы привыкли, селедка там разваливает, первый набирайся, там даггер какой-то, Момга коллапс вчера делал. А здесь смотрим, опа, фокус такой, ну ща, ладно. Опа, крип, а не, не добил. Данай, ну ладно. И вот три саппорта было. Даже можно сказать четыре. Квапа тоже там какой-то импакт носил, но по большей части вот один, наверное, был момент, когда Соником... Прости, что перебью. Реально на этой фотке он мне на это выглядит как Дукалис. Из сериала. Прости, продолжай. Нормально перебью, я забыл уже, я вспоминал сериал. Как легко ты мысли сбил. Ну, короче, что импакта от Квапы было мало, да. Вот все, нашел до кого докопаться. Из-за тебя. Ну, вообще, на лаз-пике можно было, наверное, что-то более страшное взять. Там все перебанили, и получилось, что, вроде бы, Квапа может поставить лучшую линию против ДП, но я смотрю, что у них была разница с одной линией, 500 голды, это не то, что ты хочешь увидеть от лаз-пика, в принципе, а еще и от лаз-пика, где ДП была взята на второй пик. Ну, тебе нельзя брать героя, который просто будет ставить лайн против ДП. Тебе нужно брать герой, который тебе должен быть полезен дальше, именно в общем. А Квапа, ну, что она сделала? Шестой-седьмой левел. Она пришла и убила ФНГ, забрала с него стрик, забрала 299 голды. Все. Это как бы весь момент... А, ну, еще раз, убила там где-то минут через пять под тир-2 тауром. Это весь импакт от Квапы. Да, бесспорно, от каких-то других героев при такой игре, в принципе, от команды, я думаю, было бы то же самое, но они, в принципе, куда бы лучше должны были вписываться в твою стратегию, нежели от Квапа. В принципе, мы Квапу перестали видеть по этой причине. Слишком бывает ограниченное количество дэмэджа, да, она перестает так хорошо скалироваться. Единственный человек на планете, который продолжает ее пикать в про, как вы знаете, Дэнди, я думаю. Ну, и может быть, кто-то еще, но Дэнди самый яркий представитель Квапа Любов, если это можно так назвать. Вот, а мы на этой прекрасной ноте отправимся с вами на паузу в ожидании второй карты второго БЛ-3 сегодняшнего дня.